Привет, ребят. У нас прошла неделя с момента релиза нового контента в Destiny, и наступил момент, когда можно поговорить о пушках, что стоит выбить, что не стоит выбить и какие роллы фармить. Поскольку я люблю пушки в Destiny, люблю их фармить и с них стрелять, то я, как типичный контент-мейкер, запишу видос, где буду говорить свои рекомендации, и сделаю вид, что не брал рекомендации у других игроков. Итак, простите за анимацию. У нас появились две новые активности. Это подземелье тиски алчности и активность на 6 человек с подбором, вызов вечности. Простите. В данже у нас появились 4 пушки, 3 из первой части, и в вызов вечности у нас появилось 6 пушек. Сначала давайте поговорим про пушки с данжа, потому что я подозреваю, что многие из вас пойдут фармить как минимум 3 пушки, поэтому давайте сразу этот вопрос закроем. В данже у нас появились стазисный адаптивный револьвер Эйас Луна, точный арковый дробовик Матадор, который у нас стреляет дробинкой, да, а не слагом, адаптивная сайперская винтовка Взгляд на 1000 ярдов и арковый вихревой меч Герой Веков. Первые три пушки у нас из первой части. Что фармить? Эйас Луна у нас имеет хорошие статы, мягко говоря, да, 140-й рпм, очень неплохой аим-ассист, который можно повысить с помощью модов, да, в шлеме, отдача вертикальная, 96. Ну, что касается дальности, стабильности, удобства и скорости перезарядки, здесь тоже все в целом неплохо. Что касается, ребята, прицелов, здесь на ваше усмотрение. Я не устану говорить, что нет у какой-то пушки прям однозначного гадрола, особенно в плане стат. Вы наверняка от многих услышите, что нужно фармить только дальность. Мой, ребята, совет, не слушайте. Выбивайте то, что вы считаете нужным и то, что вам больше нравится. Если вы чувствуете, что вам на роли с большой рейнджой не хватает стабильности, лучше пофармите стабильность. Если вы чувствуете, что вам не хватает удобства, выбейте перки на удобство. Это у нас как раз, ребята, касается прицелов, да. У нас есть, допустим, быстрота прицел, который нам дает 15 к удобству и 5 к стабильности. А есть у нас также прицелы, вроде точный выстрел, который дает к рейнже, но понижает стабильность и удобство. Кстати, я забыл про момент, что у нас еще им ассист дается за счет как раз-таки прицелов, если я ничего не путаю. Дайте-ка я хочу в этом удостовериться, чтобы вам не пиздеть. Секундочку, простите. Так, где у нас АС Луна? Так, АС Луна... Да, то есть у нас на АС Луне на самом деле АМ Ассист 85, простите. Прицелы, ребята, на ваше усмотрение. Во второй колонке, в принципе, здесь каждый перк в целом заебись, кроме увеличенного магазина, на мой взгляд, да, и легкосплавного магазина. В ПВЕ вас наверняка заинтересует расширенный магазин на дополнительные патроны без потери скорости перезарядки, бронебойки, чтобы ваши выстрелы пробивали врагов насквозь, и еще плюс к дальности, да, и урон по щитам. Расширенный магазин на приемник, который вам не даст патрон, не даст рэнжу, но зато даст плюс 15 к скорости перезарядки, что будет очень заебись. Либо облегченный магазин, который тоже вам даст перезарядку. Рикошетки вам понравятся, если вы любите стабилу, на геймпаде особенно, да, но если бы прямо сейчас я себе выбивал бы в ПВЕ АС Луну, я хотел бы либо расширенный магазин ради патронов, либо расширенный магазин на приемник, чтобы было больше перезарядки. В третьей колонке у нас здесь шок-контент, сплошные хорошие перки. В ПВЕ, разумеется, здесь самое популярное выбором у нас будет «Изгой», чтобы при убийстве в голову у вас перезарядка тут же была предельной, либо «Быстрый удар», чтобы у вас при попадании в крит давалась и перезарядка, и стабильность. Я предпочту «Изгой», чтобы при убийстве у меня перезарядка была максимальной, потому что с «Быстрым ударом» вы можете попасть в голову, да, убить, но у вас не будет предельного бафа. Прикольно, но такое себе. Но это, ребята, не единственные варианты. Другой вариант, может вас удивить, это «Неумолимость», «Анерленсинг». Вы когда убиваете врагов, то у вас запускается реген ХП. Учитывая то, что этот перк у нас находится в третьей колонке, это круто. Поэтому, ребята, «Неумолимость» тоже неплохой перк. И последний вариант для ПВЕ – это «Вечное движение». Когда вы двигаетесь, у вас повышается стабильность удобства и скорость перезарядки. На одном стаке уже, в принципе, ощущается. В целом, тоже неплохой перк. В четвертой колонке в ПВЕ у нас есть, по сути, три варианта, но на деле два. Ну, мне так нравится, да. Первый перк, который вас должен интересовать – это «Надгробие». «Хедстоун». Когда вы убиваете врагов в голову, вы создаёте кристалл стазиса. Если вы, ребята, смотрели мой видос про Титана, то вы понимаете, к чему я клоню, да. Это очень хороший перк. «Диверсант» – тоже отличный перк. Вы будете получать энергию гранаты, что в нынешней метеобилок очень неплохо. И плюс вы можете кинуть гранату и перезарядить вашу пушку. Такой мелкий бонус, да? У нас есть два перка на урон – это «Киллерский магазин» и «Гармония». «Гармония» требует убийства с другой пушки. «Киллерский магазин» – просто убить и перезарядиться. Но я лично этот перк в ПВЕ не люблю, потому что его нельзя рефрешить. Его зарефрешить можно только в том случае, если у вас истёк таймер киллклипа, и вы перезарядились. Но это нужно смотреть на баф, следить за его статусом. Ну, блин, такой себе, честно говоря. Мне не особо нравится, но, возможно, вам зайдёт. Поэтому в ПВЕ статы на ваше усмотрение. Изгой, рапид хит, неумолимость, вечное движение, диверсант, диверсант, либо надгробие. Это, ребята, мои советы. В ПВП здесь тоже интересная картина. Статы на ваше усмотрение. А, по поводу мастерворка. В ПВЕ, ребята, мастерворк лучше на скорость перезарядки. Даже если у вас тут есть изгой, вы можете в голову не убить. И тогда перезарядка вам может помочь. Поэтому в ПВЕ лучше мастерворк на перезарядку. ПВП. Здесь, разумеется, у нас фаворит рейнджфайндер. Дальномер. Тут даже обсуждать нечего. Другие хорошие перки это быстрый удар, разогрев и вечное движение. Вечное движение это новый перк. И, судя по тому, что я видел, он очень неплохой. Когда вы двигаетесь, ну, вы уже знаете, да, вам дается стабильность, удобство и скорость перезарядки. И в ПВП вы всегда двигаетесь. Поэтому этот перк у вас может работать, по сути, всегда. Тоже круто. Здесь у нас есть, по сути, тоже куча вариантов. Кидерский магазин. Убили, перезарядились, у вас повышается урон и повышается диапазон ошибок. То есть, может давать меньше попаданий в голову. Перк. Мовин таргет, движущаяся цель. Это чисто... Это перк у нас чисто на дуэльку, да? Чтобы у вас был лучше стрейф и захват цели. Тоже полезно. Снапшот. Если вы хотите быстрый прицел, почему бы и нет? Диверсант. В нынешней метеобилок, в принципе, очень эффективно. Убили врага, получили энергию гранаты. Это круто. И гармония. Убили со спешла или с другого праймари. Взяли гармонию. Взяли эс луну и у вас будет буст к урону. На отгрубе в пвп ребята выбивать не стоит. Особенно для квикплея. Потому что банджи порезали кристаллы в пвп и теперь от них урон вообще никакой. Ну, кроме шаттердайва. В итоге в пвп. Здесь у нас рейнджфайндер, вечное движение, разогрев, рапид хит. Здесь у нас все перки, кроме диверсанта. Если бы ролл выбирал бы я, это был бы рейнджфайндер килл клип. Либо вечное движение килл клип. Возможно, рапид хит. Но это, ребята, лишь мои фавориты. Собственно, мои таблицы. Я скину ссылку в описании видоса. Есть рекомендации. Как раз вы это все и увидите. Дальше у нас идет матадор. Это у нас точный дробовик во второй слот. Что касается, ребята, стат. Я, что называется, сторонник рейнджи на дробовиках. На любой раме, кроме агрессивной. Поэтому здесь фулчок, высокоточки. Мастерворк у нас на дальность. Что касается перков, здесь, в принципе, вас интересует только два перка. Либо вечное движение ради удобства, что дробовикам важно. Либо датчик угроз. Когда вы будете рядом с врагом, а враги в пвп всегда будут рядом, потому что это шотик. Он у вас будет работать. Он вам повысит удобство. Есть, как это называется, слипер вариант. Это датчик пульса. Когда вам сбивают щит незначительно после последнего патча, у вас, у пушки, будет, по сути, предельное удобство. Это может помочь, но если выбрать между датчиком пульса и вечным движением, и датчиком угроз, датчик пульса будет, наверное, самым слабым перком. Здесь вас интересует... Ну, тут, кстати, три перка могут зайти. Лучше, разумеется, первый выстрел. Дальше у нас убийственный вихрь, который даст якобы улучшить регистрацию попаданий и даст вам также удобство. Это будет, кстати, заметно. И рубака. Убили смелишки, получили буст к урону. У вашего шотика будет побольше урона. В итоге фулчок, высокоточки, мовинтаргет, первый выстрел. Вот это выбивал бы я. Мастер-ворк, как я уже сказал, на дальность. Но можно и на удобство. В ПВЕ, если вдруг вы захотите эту пушку в ПВЕ, здесь вас интересует золотой свинец, новый перк, идеальный треугольник, я о нем поговорю в другой пушке, рубака, либо ванту-панч. Ой, не ванту-панч, а... Да, ванту-панч, доной удар. Это, ребята, Матадор. Дальше у нас взгляд на тысячу ярдов. Это у нас адаптивная снайперская винтовка, то есть как Белавит и Эдорд. И у нее есть связка с Белавит, то есть быстрое излечение и снапшот. Это у нас, в принципе, гадрол для ПВП. Что касается стат, я вам, ребята, рекомендую здесь выбивать удобство. Гофрированный ствол. Здесь, в принципе, любой перк, кроме увеличенного магазина. В принципе, зайдет любой перк, кроме магазинов, да? То есть высокоточные боеприпасы, рейнджа всегда хорошо. Стабильные патроны. Ради того, чтобы у вас меньше сбивался прицел. Магазиноприемник ради стабилы и быстрой перезарядки. Но здесь лучше высокоточные боеприпасы, либо стабильные патроны. И то, и то, ребята, заявись. Поверьте, минус 5 рейнджи вам ничего не сделают. А вот плюс 15 к стабильности вы почувствуете. Что касается мастерворка, ребята, тоже удобство. Либо стабило. По перкам. Быстрое извлечение, быстрый прицел. Чтобы у вас снайперка была, как, по сути, Белавит, да? Если вдруг вас интересуют другие перки, здесь можно выбить вечное движение, здесь можно выбить мовен таргет. Но я думаю, что большинство будет выбивать именно быстрое извлечение и снапшот. Возможно, если у вас здесь будет предельное удобство, в принципе, можно быстрое извлечение, либо снапшот заменить. То есть выбить один из двух перков. То есть, допустим, быстрое извлечение и мовен таргет, либо, например, вечное движение и мовен таргет, да? В любом случае, ребята, здесь быстрое извлечение снапшот и другие варианты. Это вечное движение и мовен таргет. Что касается ПВЕ, тут есть только трипл тап, и здесь перка на урон нету. Ну, типа ворпл вэпн, да? Поэтому, ну, в принципе, такое себе. И да, ребята, по поводу сравнения с Белавит. Смотрите, у Белавит у нас зум 40. И именно из этого зума тогда многие полюбили Белавит. У взглядом 1000 ярдов зум 44. Но у нас произошли изменения еще давно, которые бафнули регистрацию попадания у пушек с более большим зумом. Если мне не изменяет память. Так что имейте в виду. Это, ребята, не будет Белавит 2.0. Чисто по ощущениям, да? Но в плане перков, да. Это Белавит 2.0. И у нас осталось... Остался последний... Последний пушка. Это последний меч. Который у нас называется... Герой веков. Это, ребята, у нас меч тупо на зачистку трэша. Здесь, к сожалению, нет ни ворпл вэпон. Ни вихря клинков, которые повышают урон. Здесь все на зачистку трэша. В моей таблице вы здесь увидите надпись «Любой ролл». Потому что так и есть. Град ударов, чтобы вы получали боезапасы. Всегда заебись. Неумолимость. Реген после убийств. Вполне себе хорошо. Транс-дуэлянты. Добивающие попадания мечом ускоряют скорость восстановления. Эффективность и защиту меча. Пока не уберете. Тоже полезный перк. Неутомимый клинок. Каждое второе силовое убийство мечом пополняет его боезапас. Полезный диверсант. Всегда круто. Ван фурролл. Убили трех мобов. Получили повышенный урон. На 35% до 10 секунд. Чтобы убить какого-то жирного моба. Вполне себе круто. Защищайся. Тоже хорошо. Клинок ассасина. Тоже хорошо. Цветная реакция. Заебись. Если бы я выбирал бы себе барролл. Здесь была бы цепная реакция. Здесь был бы либо диверсант. Либо неумолимость. Это ребята у нас по данжу. В пвп с этим мечом вы бегать скорее всего не будете. А вот что касается мечей. Заглядывая вперед. Снова активности. На 6 человек. Они вас ребята заинтересуют. Но сначала давайте поговорим о... Сначала поговорим о других пушках. У нас первым делом идет еще один хинетик гранатомет. Помимо Ignition Code и Сезона Сплайсер. Который у нас называется, простите, затрах. То есть запрах. Здесь у нас есть все, что может потребоваться гранатомету. Я думаю, вы сами знаете. В пве здесь спайки для урона по боссам. Гранаты шипы. И блайнды для крауд контрола. Здесь два перка. Это чисто любивый Ассасин. И Кобура с автоподзарядом. Либо то, либо то будет заебись. Здесь у нас есть 3 полезных перка. Даже 4. Диверсант. Опасная зона. Стрижающее оружие. И источник. Вилл Спринг. Если вы, ребята, хотите выбить гренник на урон по боссу. Вас интересуют гранаты шипы. Кобура, либо Ассасин. И Ворпл Вэппен. Плюс-плюс. В принципе, вас может заинтересовать вечное движение. Чтобы у вас была более быстрая перезарядка. Но поскольку это легкий гранатомет. У этой рамы перезарядки уже априори много. Поэтому этот перк. Он вам поможет. Так скажем. Добиться не то, чтобы максимизации перезарядки. Но это будет близко к пределу. Поэтому для урона по боссам. Может подойти вечное движение. Здесь, разумеется, Ворпл Вэппен. Традиционная. Традиционные слепы. Кобура, Диверсант. Либо Источник. Либо Опасная Зона. Чтобы у вас был больше радиус взрыва. И было больше радиус слепов. Жажда Адреналина и Полоса Удач. Не. Я бы не стал советовать. Потому что. Все-таки гренники используются больше как утерите оружие. Конечно, можно взять гренник и чистить мобов. Допустим, слепы. Ассасин и Полоса Удач. Но лучше все-таки вот такие роллы. Мастерворк. В принципе, пофиг. Если у вас упали гранаты, шп и Ворпл Вэппен. Любой мастерворк. Кроме Бласт Радиуса. Чтобы у вас, что называется, не забирался урон. Там будет забираться мало. Но. Поскольку мы максимизируем. То нам это не нужно. Дальше у нас идет. Кинетик. Легкий дробовик. Житель пустоши М5. Первый слот. Парами такой же дробовик, как дробовик из Железного Знамени. Как он там? Рис Волкер. Уроженец Риса. Риса, вернее. Простите. По перкам. То же самое. Фулчок. Высокоточки. Здесь у нас есть только два перка, по сути. Это Вечное Движение и Слайдшот. Но поскольку это легкая рама, здесь удобство уже в принципе норм. Поэтому можно выбить Слайдшот. Здесь у нас есть Первый Выстрел. Убийственный Вихрь. И в принципе все. Для ПВП. Как вариант, можно вместо высокоточек выбить Штурмовой Магазин. Это применяется и к Матадору. Но на Матадоре лучше выбить побольше РНЖ, чтобы у вас лучше Регала. На легкую раму, исходя из моих тестов, в принципе пофиг на дальность. Поэтому здесь Штурмовый Магазин тоже хороший вариант. Чтобы у вас был больше РПМ. То есть фулчок, высокоточка либо Штурмовый Магазин, Слайдшот, Первый Выстрел и Мастерворк на дальность либо на удобство. Что касается ПВЕ, тут у нас есть сразу два полезных перка. Это Сабсистанс, Жизнеобеспечение и Золотой Свинец, Лид Фром Голд. Оба перка Балдеж. Здесь есть Ван Ту Панч, есть Траншейный Ствол и есть Гармония. Ну это такое себе. Здесь по сути лучшие перки это Двойной Удар и Траншейный Ствол. Вы спросите меня, а зачем мне этот шотик в ПВЕ? Затем, что вот эта рама шотгана, флайтвейт, является самой ДПСной в игре, не учитывая слаги. И то, как видите по таблице, средний ДПС легкой рамы совсем незначительно уступает слагам. Да, скорее всего в игре вы будете редко использовать шотик в ПВЕ. Вот это да. Но вдруг где-то понадобится. И эта рама у нас самая ДПСная в игре. Поэтому лучше выбейте этот ролл, да? Пускай лучше будет, чё бы и нет. Как-то вот так. Теперь, наверное, самая интересная пушка, про которую я расскажу подробнее. А видос уже идет 20 минут. Прикольно. Боевик BXR-55. Это у нас батл райфл из Хейла. Уникальная рама. У вас от бедра улучшается точность, стабильность и скорость прицеливания. По сути, эта пушка в какой-то степени имеет вшитый хипфайр грипп на стероидах. Не скажу, что в ПВП это полезно, но в ПВЕ почистить трэш, возможно, будет весело. Скорострейность 450. Это у нас самая плохая скорострейность для пульсовок в ПВП. И в ПВЕ, по-моему, кстати, тоже. Хочу сейчас в этом убедиться. Я это забыл проверить до записи. Да. Да. То есть в ПВЕ это самая слабая рама. В ПВП, в принципе, тоже. Но это уникальная пульсовка. И у нее есть очень хорошие перки. Как, ребята, можете заметить, у этой пульсовки уже хорошие статы. Почти предельное удобство, стабильность 63, перезарядка 67 и хорошая дальность. И, ребята, поверьте, у этой пульсовки дальность очень нехреновая такая. Бьет на 40 метров с копейками. А им ассиста 85, что очень сильно ощущается. И отдача 70. И этот момент будет важным. Что касается перков. В первой колонке, что в ПВП, что в ПВЕ, лучшим стволом будет стреловитный. Этот ствол вам даст плюс 30 к отдаче. Из этого у вас отдача будет 100. И ваши прицелы будут сбиваться в основном почти всегда только по вертикали. Из-за того, что есть отдача 70, прицел будет сбиваться в левую сторону. Поэтому этот ствол вам отдачу максимизирует. Плюс еще даст удобство. 10. Что, в принципе, заебись. Здесь вас интересует, в принципе, любой перк, кроме, наверное, легкосплавного магазина. Высокоточные боеприпасы ради дальности? Заебись. Стабильные патроны ради 15 к стабильности? Заебись. Рикошетки ради стабилы и дальности? Заебись. Облегченный магазин ради перезарядки и дальности? Заебись. Магазиноприемник ради перезарядки и стабильности? Заебись. Для ПВП, наверное, все-таки рикошетки. Для ПВЕ, в принципе, любой перк. Лучший, наверное, будет расширенный магазиноприемник. Что касается мастерворка, для ПВЕ, наверное, скорость перезарядки, в любом случае, для ПВП, дальность, стабильность, удобство будет балдеж. То есть, суть этой пульсовки в том, что у нее хорошие статы, и любой выбитый перк позволяет эти статы еще улучшить. И это большой плюс. Что касается перков, начнем с ПВЕ. Здесь у нас есть очевидный фаворит, это диверсант. Убили моба, получили энергию гранаты, бросили гранату, перезарядили пушку. Здесь диверсант прям очевидный фаворит. Другой вариант это изгой. Но я думаю, что диверсант здесь интересует себя гораздо больше. В четвертой колонке вас, простите, интересует по сути только один перк, но я упомяну и про другой перк. Вас интересует жажда адреналина. Каждое убийство гранатами и каждое убийство из этого оружия увеличивает наносимый урон и удобство. Это, по сути, рубака на гранатах. А поскольку у нас диверсант и жажда адреналина, то эти перки имеют шикарную синергию. У нас в игре есть еще две пушки с такой связкой. Это автомат и револьвер с подземелья Откровения. Профиси. Эта связка, ребята, заебись. Есть еще один перк, боеприпасы, грубое исполнение. Когда вы бьете милишкой моба или игрока, то у вас в 6 раз повышается урон. В ПВЕ, по крайней мере. И это сильно. Но у вас урон повышается только на короткое время. На 10 секунд. И за эти 10 секунд вот этот бёрст будет иметь повышенный урон. То есть урон повышается только на один бёрст. Только на один выстрел. И этот перк имеет КД. То есть его можно прокать, по моим тестам, раз в 3 секунды. Плюс-минус. Это прикольный перк и сильный. Он позволяет убить какого-то сильного моба за короткое время. Но жажда адреналина, конечно, получше. Поэтому в ПВЕ, ребята, здесь фаворит. Это диверсант и жажда адреналина. Килкрип, как я говорил, в ПВЕ я не особо люблю. В ПВП здесь гораздо интереснее. В третьей колонке, в принципе, любой перк, кроме кобуры с автоподзарядом. Учитывая нынешнюю мету, здесь лучшими перками будут диверсант, вечное движение и убийственный вихрь. Диверсант вам даст энергию гранаты. Вечное движение вам даст стабилу, удобство и перезарядку, чтобы эти статы максимизировать. Кирингвинт даст вам дальность, удобство и подвижность. Тоже полезно. В четвертой колонке у нас есть, по сути, все перки хороши, кроме жажды адреналина и боеприпасов. Глаз в буре это у нас перк на дуэль чистую, да? Так скажем, ролл чисто на дуэль, это вечное движение и глаз в буре. Киллкрип вам позволит убивать за два берста в голову. Но нужно попасть всеми пульками. То есть 6 пулек, 6 в голову. Стихийный конденсатор поможет вам максимизировать статы. Тоже полезно. Рэнджфайндер, рэнджфайндер. Но скажу честно, у этой пульсовки и так хорошая дальность, Поэтому здесь для меня фаворит, это кидерский магазин. Что касается боеприпасов грубое исполнение, он ситуативный в пвп. Например, его можно использовать на хантере. Выкинули серикен, прокнули баф и игрок умер за два берста. Игрок даже опомнится не успеет. Там влетает в голову примерно 50 единиц урона за одну пульку. То есть андитберст снесет 150 плюс хп. Это очень много. Но это ситуативно. Поэтому в пвп для меня лучший ролл это вечное движение и кидерский магазин. Другие варианты это киллинг винт и кидерский магазин. И диверсант кидерский магазин. Глазбори, как я сказал, для дуэльки. Рэнджфайндер ради дальности. Но у этой пульсовки уже много дальности. Коденсатор просто ради стат. Пульсовка, ребята, балдеж. Если вам не упал стреловитный тормоз, не упал, то ставьте ложу с противовесом. Котор баланс мод на вашу пушку, чтобы у вас отдача была вертикальной. Другие варианты на выравнивание этого показателя. Это... Как он называется? Не помню. Ногокамерный компенсатор. Он вам дает плюс 10 кодачи, да? И удлиненный ствол. Тоже плюс 10. Но поверьте, ребята, в любом случае, если вам упал компенсатор или удлиненный ствол. Вам в любом случае придется ставить контр баланс мод. Если упадет эро хейтбрейк, то его ставить не обязательно. Такая, ребята, у нас пульсовочка. Дальше у нас идет крайне интересная пушка. Это лучший путь. Это у нас первая легендарная лучевая винтовка. Солярная. Я с ней побегал в ПВЕ. И могу смело сказать, что в правильном пилде эта пульсовка очень даже сильная. У нее хороший урон за счет нового перка, который называется идеальный треугольник. Когда выбиваете врага, вы получаете первый стак. И если мои подсчеты и подсчеты реддита верны, первый стак, баф к урону составляет 15%. Дальше, если при наличии этого бафа вы убьете солярной обилкой, гранаты, милишка и тому подобное, то вы получите второй стак, который будет длиться 10 секунд, и урон у вас будет увеличен на 50%. Это у нас урон на трех стаках мультикилл клипа. Это, ребята, сильно. Сразу пару моментов. Нельзя с помощью обилки с нуля активировать этот баф на 50%. Вам нужно сначала убить с пушки, а потом при наличии вот этого первого бафа, который длится 6 секунд, убить обилкой. Я проверял, оно работает именно так. Это первый момент. Второй момент. Бафы рефрешатся. То есть, если вы убиваете пушкой, вы можете постоянно рефрешить первый стак идеального треугольника. Если вы активировали урон с обилки, увеличенный, то этот урон можно рефрешить с помощью убийства обилкой, не с убийства пушки. Поверьте, ребята, баф ощущается сильно. Что касается стат, поскольку это, ребята, у нас, так скажем, новая пушка, новый архетип, пока что на статы пофиг. Поверьте, я пока сам не особо это тестил, пока что плевать. По перкам. Здесь у нас есть жизнеобеспечение, питающая ярость, стреляй-подбирай, вечное движение и, как ни странно, восстановление, генезис. Если вы снесете врагу, если вы снесете солярный щит, солярный щит, то у вас патроны перенесутся в магазин. Неплохо. Здесь, как я уже сказал, идеальный треугольник. Диверсант тоже всегда полезно. Безумие. Безумие долго активируется. И баф 15%. У треугольника баф примерно такой же. Поэтому в безумии особого смысла не вижу. Да, он также бафнет удобство и скорость перезарядки. Но, ребята, поверьте, на этой раме, на этой пушке, перезарядки и удобства вполне хватает. Поэтому безумие я особо не хочу выбивать. One for all хороший перк. Продамажили троих. Получили баф к урону на 10 секунд на 35%. Балдеж. Гармония не очень. И дестабилизатор. Сломали щит. И по врагу будет уноситься увеличенный кинетик урон. Но скажу, ребята, сразу. Эта лучевая пока что это фан. То есть я пока хэзэ, где можно это эффективно использовать, учитывая то, что это спешл. Но если вы хотите пофаниться, то, в принципе, ребята, пушка неплохая. То есть с правильной билде она убивает сука быстро. Но все нужно побольше поэкспериментировать. Вот у меня есть один ролл, с которым я как раз-таки бегал и тестил. Вот этот. Как видите, я тестил, да? Вечное движение. Треугольник. Батарея на удобство перезарядку, заложенный ствол и стабильность. Убивает при всех стаках шустро. Но повторюсь. Эта первая лучевая легендарная винтовка. Нужно больше времени. И у нас остались два меча. У этих мечей есть одна фича, про которую вы наверняка знаете. Это перк, который называется Резвый Клинок. Сразу после того, как вы берете меч в руки, дальность выпада с мечом повышается. То есть у вас больше дальность. И, ребята, поверьте, там дальность вот такая. Вы буквально через всю карту можете убить игрока. Поэтому, ребята, эти мечи хороши именно этим. Они хороши в ПВП. В ПВЕ можно скейтить. Тоже полезная штука. Так что на этих мечах вас интересует Резвый Клинок. В любом случае. Для ПВП здесь можно выбить молодьбу. Убили врага, получили энергию ульты. Это полезно. Это у нас полуправда. И меч, который, судя по всему, никому не падает. Мне упал, кстати. В принципе, то же самое. Резвый Клинок для ПВП и для ПВЕ. Здесь можно взять Ворпл Вэппен. Допустим, игрок в ПВП ультанул. И вы на него внезапно влетели с Ворпл Вэппен. Прикольно. В ПВЕ тут, ну, в принципе, тоже Ворпл Вэппен. Тут любой перк в ПВЕ подойдет. Здесь в целом тоже. Но повторюсь. Фича этих мечей. Это вот в этом перке. Резвый Клинок. Достали меч. И у него будет просто конская дальность. Вашей атаки. Как-то, ребята, вот так. Все мои рекомендации есть в моей таблице. Да, по поводу гарды. Здесь, ребята, вас интересует гарда, которая у нас называется... Вот это вот. Чтобы у вас быстрее заряжалась тяжелая атака. В целом все. Ссылку на таблицу, кто ее еще не смотрел, я скину в описании видоса. В целом все. В следующий раз, ребята, увидимся, когда я буду делать гайд по билдостроению в Destiny. Так скажем, время пришло. Пока.